Коммунальные беды мегаполиса в рассказах его жителей. Здравствуйте, в эфире дежурный по городу. Улица Ташкентская, 86. Состояние электрической проводки всерьез беспокоит жителей. Ну, проводка находится просто в безобразном состоянии. Дело в том, что это бывшее общежитие. Соответственно, недавно, ну, года три назад был присвоен статус жилого дома. Соответственно, проводка не удерживает никаких нагрузок. У всех нагревательные приборы. И вот такие безобразия происходят постоянно, весна-осень. Как только отключается отопление, начинается возгорание. Вот буквально полгода назад полностью выгорела квартира на первом этаже. Неоднократно обращались с жалобами везде. То есть результатов абсолютно никаких. Мало того, что невозможно заменить проводку, но дело даже хотя бы вот это можно привести в какое-то нормальное состояние. Постоянно ходят маленькие дети. Вот ребенок палец цунг, все. Говоря о том, что вообще все это, конечно, нужно заменить. То есть вопрос не решается никак. Длится это уже в течение, говорю, третий год, наверное. Куда мы только уже не обращались. В идеале нужно заменить. Проводку нужно на данный момент заменить. То есть полностью сделать монтаж этой проводки уже под те приборы, под тот статус дома, который сейчас он находится. Проспектировать 409. Четвертому подъезду дома требуется как минимум косметический ремонт. Тены обшарпанные, мусор, ящиков почтовых таких уже нет ни у кого. Ремонт можно сделать какой-то? Ну такие деньги мы платим. Вообще здесь ни электричества путевого нету. Ну кошмар просто какой-то, я не знаю. Окна половина есть, половина нет. Это уже вот где своими силами с мусорки приносит, вставляется где чего, как. Сколько не обращаемся, бесполезно. Также плачу 374 капремонт, 1000 рублей содержание жилья. Начинаешь звонить, у них денег нет, а то и вообще бросают трубку. Да нет денег у нас. А посмотрите какой подъезд. Это в свинарнике чище, чем у нас в подъезде. Сейчас говорят, три подъезда вы видели, три подъезда сделали. Наши оставили, у них денег нет уже. Куда наши деньги уходят? Улица Лукачёва, 42. Оголовок вентиляционной шахты может в любой момент упасть с крыши. Значит, вот подъезд. Над подъездом находятся шахты вентиляционные, на которой должен стоять оголовок. Вот эта круглая, вон она. Они у нас упали, две штуки. Одна штука с той стороны, её не видно. А вторая, вот она. Она находится как раз над входом в подъезд. Скатилась, её видно там ветром сдуло, она скатилась. И сейчас она держится на одной пропетной решётке. Вот. В любой момент вот эта огромная штука может упасть на голову любому человеку. Мы об этом писали в управляющую компанию «Лемжил универсал». Вот. Писали мы, ну, наверное, месяц назад, сам так, месяц назад отвезли. Подписал наше письмо инженер, сказал, что он обязательно посмотрит, придёт всё. Вот. И ещё стоит учесть, что она у нас вот скатилась-то недавно, а до этого она повыше там была, лежала. Вот. Крышу принимала компания, управляющая в декабре этого года. Там был частичный ремонт, и она уже тогда была поломана. Вот. Но они её видели, когда они там делали акт приёма крыши, они её видели. И мы им потом ещё раз как повторно напомнили, написали письмо, подписал инженер, сказал, что да, всё сделаем. Вот. Наверное, месяц назад всё. Боимся заходить в подъезд. Наверное, её надо поставить на место. Укрепить, поставить на место. Я считаю, что вообще один день можно сделать. Вот. А такая угроза для жизни недопустима. Это всё на сегодня. Звоните и пишите в нашу редакцию. До встречи.